всем привет меня зовут екатерина тема нашего урока про описание наречий на о-е не с наречиями буквы о-е на конце наречий после шипящих это скажем так основные правила про описание наречий и с частицей не и с теми буквами которые пишутся на конце естественно мы большое внимание сконцентрируем на тех наречиях которые оканчиваются на о-е но давайте обо всем по порядку и так наречий производная часть речи возникли на базе других частей речи образовали большой список слов и от существительных от прилагательных и от числительных и от других на речь появились новые слова и вот их нужно как-то писать желательно правильно писать с этим возникают определенные трудности связано это с тем что скажем так правил не так мало есть целая система мы с вами начнем осваивать каждое в отдельности чтобы со всех сторон скажем так себя обезопасить про описание наречий на о-е то есть имеется ввиду оканчивающихся на суффиксы о или е они зачастую образованы от качественных прилагательных так вот про описание этих наречий включать включать включает себя ряд правил зачастую они касаются про описание частицы не с этими наречиями это такая большая трудность вообще частица не с разными частями речи ведет себя своеобразно мы с вами говорили о том как она пишется существительными прилагательными числительными глаголами и вот дошла очередь и до наречий тоже ну мы на этом сконцентрируем большую часть вашего внимания скажем так хотя есть там и совершенно простые моменты давайте обо всем по порядку когда же частица не с наречиями оканчивающимися на о или е пишется слитно и так слово пишется слитно с приставкой не если она имеет противоположное значение его можно заменить синонимом без не без этой приставки хотя что нужно уточнить далеко не каждое слово подвергается этому алгоритму действий и не просто заменить слово на близкое по значению но без не бывает это не слишком очевидно тем не менее такие слова пишутся слитно и не является приставкой например не искренне не сложно недружелюбно неверно то есть если к слову несложно я легко могу подобрать синоним без не сказать что это было просто то к слову например неверно но тоже достаточно легко верно хотя с не искренне уже придется подумать что же все таки может быть лукаво может быть какое-то другое слово придется подбирать но так или иначе правило остается правилом и нужно отчетливо понимать что слово имеет противоположное значение и в теории его можно заменить синонимом где этого где этой приставки не не будет слитно продолжаем дальше когда же еще в русском языке есть прилагательные и однокоренные наречия те самые которые от этих прилагательных образовались которые без не вообще не употребляются соответственно поэтому они пишутся слитно но нельзя эту не убрать потому что эта часть корня например так произошло с наречием недоуменно или неуклюже или нелепо образованы от таких же неупотребимых без не прилагательных там неуклюже или нелепый мы с вами и при изучении существительных и призначение прилагательных говорили о таких словах которые без не не употребляются список не то чтобы очень большой но от них вполне себе спокойно образовались наречия которые по такому же принципу пишутся теперь нужно обратить внимание на то что случае написание наречия сне когда между ними стоит противительный союз но начинают у людей как-то неправильно транслироваться и они думают что если есть вот такое противопоставление союзом но то я должен писать раздельно вовсе нет этот союз соединяет разные по смыслу слова которые не являются при этом антонимами а если не являются антонимами то мы пишем слитно то есть выполнить недорого но качественно недорого качественно это не антонимы и союз но противительный здесь не обыгрывает противопоставление значит мы тоже пишем слитно это такая частая ошибка которую регулярно начинают допускать люди когда узнают о правиле правописания то есть горе от ума идет мы узнали одно правило начинаем его применять но не совсем там где нужно поэтому союз но нас в ступор вводить не должен мы на него не акцентируем свое внимание пишем слитно когда же не с наречиями оканчивающимися на о или а пишется раздельно это тот случай когда есть четкое противопоставление союзом а вот союз а яркий показатель того что мы скорее всего напишем раздельно слово например стоит не близко а далеко союз а объединяет здесь по-своему антонимы не близко далеко или летать не высоко а низко высоко низко и союз а антонимы союзом а есть противопоставление союзом а пишем раздельно это вот стопроцентный случай по нему можно собственно сверять все и понимать так нет союза а уже нужно подумать какая же ситуация что еще может выполнять такую же функцию от которой вы будете отталкиваться если при наречии есть усиливающее отрицание слова это та же история что и для прилагательных это слова типа отнюдь не вовсе не далеко не нисколько не ничуть и так далее слова которые эту самую частицу не подтягивают к себе потому что они усиливают отрицание ну мол мы с тобой употребляемся поэтому ты не можешь к слову прицепиться окончательно вот как-то между нами ты будешь такой золотой середины вот если есть такие слова то мы должны не с наречием на о е писать разделе например отнюдь не быстро вовсе не близко нисколько не хорошо и так далее тоже такой яркий маркер либо союз а либо слово усиливающее отрицание не нашли ни союза не нашли слова усиливающего отрицание смотрим на степень сравнения если наречие стоит в сравнительной степени значит вы должны написать раздельно если оно не находится в сравнительной степени то положительная степень сравнения значит вы пишете слитно ну например выполнить не хуже или положить не ниже будем писать раздельно потому что это сравнительная степень еще не с наречиями на о е пишется раздельно если это четко отрицательная частица а не приставка она придает всему высказыванию отрицательное значение и тут пошли первые трудности потому что по-своему вот это не и в случае с приставкой случае с частицей вносит отрицание я проговариваю эту информацию но я не говорю опираться на нее на сто процентов вот на что нужно опираться мы с вами сегодня тоже выясним если на речи выступают роли сказуемого в безличном предложении то частица нет тоже пишется раздельно но тут опять же нужен контекст это уже более сложная ситуация например ему было не страшно в темноте это у нас такое почти слово категории состояния это безличное предложение будет писаться раздельно не страшно именно по этому что следует запомнить если наречия не оканчивается на о или и а таких наречий тоже много абсолютно большой список разнообразных наречий которые не образованы от качественных прилагательных так вот все они с частицей не пишутся раздельно здесь все просто если бы не было сна речи на о е мы бы наверное вот уже пять минут не говорили о большом списке правил но увы и ах вот все наречия которые оканчиваются на о е будут писаться раздельно например не по-русски не наизусть не в попыхах и так далее раздельно каков же наш алгоритм работы перед нами наречие которое оканчивается на о е она употреблена сне приставка это или чтится нам только предстоит выяснить что мы делаем мы знаем себе поэтапно вопрос до наречия оканчивается на о е нет окей мы пишем раздельно потому что все они пишутся раздельно да она оканчивается на о е задаем себе следующий вопрос она употребляется без не это слово не употребляется без не например нелепо значит мы пишем слитно нет слитно если же она употребляется без не мы отвечаем на просто да мы задаем себе следующий вопрос если здесь противопоставление союзом а почему я говорил что лучше на этом акцентировать внимание то те моменты которые стопроцентно понятны да есть противопоставление с союзом А? Отвечаете вы и пишите раздельно. Ну, например, не хорошо, а плохо. Если же нет противопоставления с союзом А, вы задаете себе вопрос следующий. А есть ли здесь слова, усиливающие отрицание? Вовсе отнюдь, далеко, ничуть, нисколько. Да, есть такое слово. Значит, мы опять же пишем раздельно. Если такого слова нет, то вы задаете себе вопрос. А есть ли синоним без не? Да, есть синоним без не. Значит, мы пишем слитно. Акцентируйте свое внимание в первую очередь на том, когда пишется раздельно. Потому что если вы не найдете условий для раздельного написания, тогда вы будете писать слитно. Если в вашем конкретном примере нет противопоставления с союзом А и нет слова усиливающего отрицания и прилагательное наречие не стоит в форме сравнительной степени, значит, вы должны написать слитно. Потому что ни одного условия для раздельного у нас нет. Я почему советую на это ориентироваться. Если вы будете отталкиваться от того, здесь частица не вносит четкое значение отрицания, вы можете 100% пойти не по тому пути. Поскольку частица не или приставка не, но в любом случае это значение отрицания так или иначе вносит. И это не стопроцентно верный алгоритм действий. Поэтому отталкивайтесь в первую очередь от того, употребляется ли оно без не. Есть ли противопоставления, есть ли слова усиливающие отрицание, и тогда вы точно придете к правильному пути. В этом плане правописание не с наречиями, оканчивающимися на ое, абсолютно идентично правописанию не с прилагателями, потому что мы там шли по ровно тем же шагам, ровно в том же алгоритме. Поэтому если вы отработали там, значит с наречиями будет все просто. Если с наречиями не отработали, то нужно это проделать, потому что и с прилагательными вам будет проще гораздо. А прописание частицы не с разными частями речи, вот до конца вашей школьной жизни, конечной работой вашей школьной жизни в виде экзамена, да и в целом, в повседневности, когда нам нужно что-либо написать, это та тема, которая будет сквозить всегда, и в ней следует разобраться. С правописанием не и наречиями мы, надеюсь, разобрались. Давайте разберемся с вот этими таинственными историями про буквы О и Е на конце наречий после шипящих. Давайте вспомним с вами, что мы уже говорили про правописание букв после шипящих, и помним, что к шипящим у нас относятся звуки Ж, Ш, Ч и Щ. Особенные буквы, требующие особенного отношения к себе, мы уже говорили о том, как они пишутся в существительных, как пишутся в прилагательных, в зависимости от морфемы, как пишутся в глаголах. Настало время говорить о том, как они пишутся в наречиях на конце наречия, то есть суффикс после шипящих. Итак, буква О после шипящих на конце наречия пишется, если она под ударением. Например, свежо или хорошо. Ударное О. В этом случае вы не допустите ошибку, потому что она ударная и четко слышится. А если на нее не падает ударение, тогда вы делаете для себя вывод. Если нет ударения, то мы пишем букву Е. Ну, например, колюче или неуклюже. Безударный последний слог, значит, после шипящих мы пишем букву Е. С этим достаточно просто разобраться. Я бы сказала, ну, на этом все, но еще. Есть кое-что еще. Нужно это запомнить. Наречие, собственно, еще, а это наречие, является исключением из правил. На конце, по правилу, которое мы сейчас с вами проговорили, мы должны писать ударную О. Вот под ударением слог, значит, О. И только слово еще является исключением. Ударная позиция, но мы все равно пишем не с буквой О, мы пишем с буквой Ё. И нужно запомнить, наверное, это не так сложно, употребимая вполне себе наречие. Часто слышим, часто пишем, пишем правильно. На этом у меня все. До встречи на следующем уроке. И спасибо за внимание.